всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня у нас пятница с вами и разбор на тему жертвенности напоминаю что пятничные расклады они посвящены полностью рассмотрению каких-то понятий с точки зрения 2 и немножечко размышления то есть задача таких раскладов заключается в том что во первых я лично я для себя как стану рассмотреть данную тематику с точки зрения таро то есть что покажет таро вот это один момент и второй момент возможно задуматься над какими-то моментами я очень люблю вообще размышлять да вот и считаю что это достаточно полезно поэтому сегодня мы с вами будем разбирать жертвенность изначально я хотела сделать какое-то вступление да на тему треугольника картмана но потом посчитала что это будет лишним если кому-то будет интересно моя точка зрения то я не знаю может быть прямом эфире в одном из прямых эфиров можете можете вообще просто задать какой-то вопрос под любым постом в разделе сообщества вот и я возможно запишу отдельный ролик но сегодня мне этого не хотелось сделать в вступлении и так рассматривать мы будем с вами расклад в нем будет 13 вопросов изначально хочу поблагодарить ольгу за вопросы она мне помогает созданием вопросов те кто написал вопросы давали бы то что вас интересовало на тему жертвенности тоже вам огромная благодарность но как правило когда я прошу о чем-то конкретном люди безусловно воспринимают это по-своему и просто высказывают мнение на тему жертвенности вот ну окей если я допустим и я просто знаете я наверно такой конкретный ей человек когда я о чем-то прошу конкретно да я жду и какого-то конкретного ответа на то что я спрашиваю а получаю ответы о том что люди хотят сказать а не то что я спрашиваю ну да ладно век живи век учесть что в принципе я делаю значит 2 4 6 8 10 2 прямо 13 карт вытащила работаю на колоде небо-земля здесь дополнительно у меня есть николя точеколе мне кажется что вот какие-то моменты возможно уточняющие я буду спрашивать на этой колоде знаете я хотела расклад про жертвенность сделать на колоде тару сумасшедшего дома я очень влюбила эту колоду в ней огромнейшая глубина я в ближайшее время когда завершу обучение самостоятельное обучение для меня это самостоятельное взаимодействие взаимодействие с колодой я возможно да я не уверена возможно я сделаю какое-нибудь видео либо обзор не просто чтобы карты показать а показать глубину вообще книга автора данной колоды она уже такая насыщенная то есть это само само произведение искусств но я просто не успела до конца изучить очень ну я уже много часов и и читаю изучаю рассматриваю взаимодействие с ней но еще не чувствую что вот дошло до того момента того предел когда я могу сказать туда теперь я могу поработать потому что безусловно в колодах есть определенная система и она так или иначе основывается на системе ордена золотой зари но в любом случае каждый автор что-то свое вкладывает и мне важно смотреть на колоду с точки зрения автора до того ту суть которую он вкладывал они из колоды в колоду читать ее одинаково иначе смысл-то какой итак что такое жертвенность что там у королева кубков что можно сказать про колера королева куртка кубков да что такое жертвенность эта эмоция это чувство либо это состояние причем знаете не случайно вот ощущение чтобы была королева кубков потому что это стихия воды в чистом ее виде она говорит о том что описание вообще архетипа до королевы кубков это женщина принимающая это женщина понимающая но здесь жертвенность она как будто бы знаете считывается вот с негативной точки зрения да когда я не чувствую в себе некую такой состоятельность когда я не чувствую в себе какую-то опору да вот знаете рассказывает такое ощущение желание угодить желание может быть где-то сгладить какие-то острые углы может быть где-то понять кого-то простить но понимаете есть состояние принятия и она в благости есть состояние в любви и она в благости а здесь жертвенность она она не в благость она вот знаете как будто бы ощущение того что человек находится в каком-то подавленном состоянии невозможность высказать и выразить то что ты ощущаешь знаете вот вынужденное какое-то согласие вынужденное подчинение я не вижу вот слове жертвенности энергетически я считываю карты всегда по энергиям какого-то знаете вот манипулятивного такого состояния хотя с психологической точки зрения это присутствует у жертвы здесь наоборот здесь какое-то вот ощущение забитого ребенка да которому не дают выразиться да не дают высказаться не дают каких-то возможностей ребенок который находится в каких-то рамках правилах ограничениях как можно как нельзя и вот ощущение того что идет какое-то подавление да здесь мне показывают испуганного ребенка забившегося в угол который смотрит на человека который его напугал и он не понимает в чем он виновен то есть что произошло здесь ощущение непонимания и поэтому что такое жертвенность здесь мне показывают вот негативное какое-то проявление так давайте еще я уточню что такое жертвенность знаете выпала аркан императрицы но колода никуля тачколи она такая достаточно своеобразная какие-то вот психологически здесь аспекты выходят аркан императрицы знаете здесь вроде бы изображена девочка королева принцесса которая рассматривает стрекозу которая прилетела и села ей на руку она вот через лупу как-то рассматривает ее но энергия от этой от этого арканов в данном конкретном запросе показывает такое знаете принятие но опять таки вынуждены вот без эмоциональная то есть ну прилетела окей дайте вот нету вовлеченности нету интереса нету радости здесь вот какая-то энергия не низко вибрационная нету вот это вот желание любви до к жизни вот этой вот страсти интереса до безусловно она рассматривает стрекозу но выражение лица у нее здесь такое знаете не вовлеченная вот как между прочим да как будто бы есть и ok однозначно жертвенность это низкие какие-то энергии по вибрациям это ощущение знаете как будто бы вот отказа от самой жизни отказа от каких-то радостей блеска в глазах окей в чем важность жертвы в жизни человечества нам в чем важность а смотрите выпадает королева жезлов говорящая о том что два аспекта час главное не забыть и мне показывает информацию я это настолько все быстро происходит что мне надо очень быстро проинтерпретировать и пока я начинаю говорить она как будто бы с задержкой вот моя речь задержка идет от того потока и я не успеваю значит первый момент это образовательный а второй момент час опустила час секунду сейчас там что-то с масками час болезненный какой-то сценарий да все значит первый момент с одной стороны вопрос в чем важность жертвы жертва она как будто бы нас мотивирует на то чтобы мы вообще люди когда знаете вот стремились к чему-то да книгой даже не к чему-то а конкретному книгой такой вот знаете независимости к некой уверенности внутри вообще внутри себя да вот опять таки огонь желания жизни да не привязываться к самостоятельности книгой такой независимости ни от кого поэтому вот в этом плане идет вот обучение эмоции мотивация то есть вот как будто бы через жертву да нам показывают к чему нам нужно стремиться скорее всего от чего уходить и к чему стремиться это образовательный момент с другой стороны характерная черта королевы жезлов это ее ранимость потому что это все таки водная часть огня то есть здесь две стихи вода и огонь присутствует она говорит о том что у королевы жезлов а есть чувствительность она очень близко все принимает к сердцу но вот это вот желание быть независимым желание не показывать другим людям ту боль те переживания которые есть внутри нее одевает какие-то вот маску да вот тоже самое и жертвенность она как будто бы знаете вот то что я сказала да как-то вот угождать другим подавляя самого себя то есть да мне может быть плохо да мне может быть трудно сложно но вот я одену маску до того что у меня в жизни все хорошо лишь бы не показывать другим и вот этого тоже есть своего рода жертвенность и важность в чем в том чтобы не показывать почему потому что мне и так плохо психологически а если я еще буду показывать эту боль то есть страх того что меня будут осуждать меня будут как-то критиковать а я этого не хочу я хочу найти вот здесь нежелание показаться лучше чем ты есть а наоборот нежелание показывать те трудности потому что знаете что происходит если я буду показывать трудности которые я проживаю о своей жизни то критиков мой адрес она будет проявляться в роли норово учения то есть если тебя что-то не удовлетворяется значит ты должен развиваться значит ты должен изменить то есть совершить какие-то действия а я не готов у меня нету такого желания что-то менять в моей жизни да она мне не устраивает им не проще помыть папа папа плакать попереживать но при этом менять и я не хочу а если я иду то что я сказала мотивации да по королеве жезлов а а меня наоборот выталкивают да из того чтобы я двигался вот как раз к их независимость чтобы я что-то делал а у жертвы нету желания что-то делать у жертвы есть желание наоборот брать как-то притягивать внимание к себе с целью чтобы кто-то взял ответственность и сделал они я сам поэтому важность это проигрывание вот этого сценария да с одной стороны как я сказала это обучение чтобы идти в развитие независимость а с другой стороны это нежелание показывать вот это вот свои переживания потому что они какие-то глубокие для того чтобы мне не сказали как как мне нужно действовать потому что когда я узнаю мне как мне потом с этой информации жить жить и чувствовать чувство вины что ощущать чувство вины что я ничего не делаю либо ну то есть это тоже неприятно либо надо начать а я не хочу ничего делать здесь вот это вот жертвенности в этом важность зачем нам такой нужен опыт то есть то есть в чем смысл причины уроки какие зачем нам такой ах я не взяла ту колоду ладно какие уроки зачем нам нужен такой опыт 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 по шестерки мечей для того чтобы пойти в новые абсолютно берега да надо совершить знаете вот оставить что-то позади шестерка мечей она говорит о том что ты не можешь двигаться дальше со своими шестью мечами со своими шестью убеждениями умозаключениями потому что ты пойдешь не в новое а куда бы ты ни пошел ты будешь воспроизводить то на чем ты базируешься да то есть то во что ты веришь и если ты действительно хочешь пойти в новое тебе нужно изменить свои мысли давайте так скажу изменить то немножко до ракурс может быть взгляд то во что ты веришь потому что то во что ты веришь тебя привело к тому где ты есть сейчас и если тебя что-то не устраивает сейчас значит надо поменять причину надо поменять то во что ты верил то что ты думаешь и шестерка мечей внесет нам благостные новости о том что благие о том что да можно что-то изменить но путем рассуждений путем анализа избавления от чего-то в прошлом какой урок у нас от жертвенности когда это возникает то есть вот смысл шестерки мечей здесь говорит о том что мы должны если мы хотим действительно выйти из жертвенности если она действительно это жертва нам мешает а мы сказали да что в принципе как-то вот и и не очень-то вот то только путем анализа только путем осознания и понимания почему я вхожу в эту позицию какая выгода есть да только тогда мы сможем двигаться дальше то есть сама по себе жертвенность как я вообще люблю говорить что нашем мире двойственности нельзя сказать что вот это вот прям сто процентов плохо либо сто процентов хорошо у каждого плохо как раз вот этот вот знак и нянь он и говорит о том что не может существовать белого без черного а черного без белого это не отдельные вещи а вот знак и нянь так как он изображён одно переходит в другое белое переходит в черное черное переходит белое и внутри на белом фоне есть черный кругляшок а на черном есть белый показать и того что это неотъемлемая часть то есть матрешка она бывает целостной только тогда когда внутри нее есть другие матрешки иначе это будет просто деревянная кукла, да, либо какая-то вот, я не знаю, что дуэтка ни о чем говорящая. Так вот, смысл здесь, да, в чем урок? Он заключается в том, чтобы мы осознали то, что где-то, может быть, в каких-то моментах мы перекладываем ответственность за свою жизнь на другого человека. Если мы хотим куда-то двинуться в абсолютно новое, а не повтор, да, день сурка, то нам нужно взять эту ответственность на себя, нам нужно сесть и проанализировать. Вот это вот будет достаточно такой взрослый подход к нашей ситуации. Какие причины, да, зачем нам такой опыт? Отшельник, девятый аркан, как раз вот то, что я и сказала, это приводит нам, нас к нашей, мы становимся мудрее, скорее всего, да, к нашему внутреннему какому-то поиску, да, то есть здесь жертвенность, она должна направлять нас на внутренний самоанализ. Для этого она нужна. Для того, чтобы сделать какие-то выводы и вырасти, да, пойти дальше по спирали развития. Только так. То есть найти вот этот свет внутри себя. Еще для чего? Для того, чтобы прийти к двойке кубков, для того, чтобы прийти к единению с самим собой в первую очередь, для того, чтобы принять, для того, чтобы разобраться, почему у меня нет внутренней вот этой гармонии, да, спокойствия внутри себя. Почему я чувствую какое-то некое неудовлетворение, потому что еще расскажу, начиная, возвращая к нашему началу расклада, есть какие-то подавленные здесь эмоции, то есть неумение выразить, не только неумение, а здесь невозможность, как будто бы, да, здесь какая-то вот детская вот эта травма, когда тебе затыкают рот, когда ты хочешь сказать, а тебе не дают, тебе не дают возможно взять инициативу, высказать то, что у тебя накипело. Это какая-то вот вынужденная позиция под, да, под каким-либо давлением, и это внешнее выражение, то, как мы видим, но ведь это отражение нашего внутреннего состояния, значит, где-то внутри себя мы сами подавляем какую-то нашу часть, и задача этой жертвенности, как урок, да, погрузиться вот в этого ошейника, от ошейника, ошейник не случайно, да, удавка, то, что нас сдавливает, причем на горловой чакре, не умение краски высказать, погрузиться внутрь себя и найти вот эту вот гармонию, увидеть, что в себе я подавляю. Для этого нам нужен этот урок. Хорошо, к чему мы стремимся, к какому результату жертвы своими ресурсами вообще, в общем, к чему мы стремимся, когда мы жертвуем тройку мечей. Знаете, тройка мечей, это аркан очень глубокой, глубокой скорби, скорби нашей души, когда где-то в каких-то моментах мы сами наступаем себе на горло, не слушая свою собственную интуицию, которая так или иначе у всех есть. У нас у всех есть этот внутренний голос, обращаем мы на него внимание или нет. Всегда есть вот это вот предчувствие, что так поступать не нужно. То есть не надо мне это делать, не надо вступать в эти отношения, не надо идти на эту работу. Но где-то вот, знаете, какая-то детская позиция, надежда, что а вдруг? И вот это вот вдруг, она всегда оборачивается каким-то вот болезненным уроком. Тройка мечей у нас говорит о том, когда наши мысли, мечи, опять-таки, да, они нас ранят. То есть наши собственные мысли, наши собственные убеждения, они приносят нам некую такую боль. Так, к какому результату мы стремимся, жертвуя своим... А, вспомнил. И здесь смысл заключается в том, то есть глубокий смысл тройки мечей, прийти как раз-таки к... К сочувствию. К сочувствию, к сопереживанию. Но не как-то, знаете, вот иногда мы говорим, что сочувствие и сопереживание – это два разных понятия. Сочувствую – это когда я могу разделить свои чувства с другим человеком, либо чувства другого человека со мной, со мной, с моими. А сопереживание – это когда я включаюсь в проблему другого человека, когда я начинаю переживать совместно с кем-то по его какой-то теме, которая либо проблеме, которая его волнует, которая для него актуальна. Поэтому здесь урок – уметь сочувствовать и даже в какой-то степени сопереживать, но не включаясь. То есть, знаете, это когда ты разделяешь с кем-то его боль, либо хочешь разделить свою боль, скорбь, чтобы она не была таким большим грузом на тебя, на тебе, но при этом не включаться. То есть, как бы так сказать, показать человеку, что да, ты… я разделяю, я понимаю тебя, но не брать ответственность другого человека на себя, потому что у каждого из нас своих проблем хватает. А если ты еще будешь брать чужие, то есть, ты как будто бы берешь частичку той жизни, которой должен прожить другой человек на себя. И если каждому со-переживать, то это будет очень тяжелый груз. И это тоже не есть хорошо для нашей души, потому что задача прожить наш собственный опыт, а не забирать какие-то следствия, причин, которые посеял другой человек. Поэтому здесь глубокий такой урок, скорее всего, к чему мы стремимся, когда мы жертвуем. С одной стороны, мы стремимся к тому, чтобы как-то разделить свою эту боль, где-то переложить ответственность, все равно какие-то вот эмоции. Здесь эмоции, здесь не совсем про какие-то действия, а здесь, знаете, вот эта вот боль, постоянная вот эта скорбь, чувство подавленности, невозможности, безысходности какой-то, когда вообще уже опускаются руки, как-то разделить это с другим человеком. То есть мы, когда включаем вот эту вот жертвенность, где-то очень глубоко у нас есть вот такой урок. Либо наоборот, когда у другого человека есть какие-то проблемы, мы также хотим разделить. То есть бремя другого человека разделить надвое, чтобы оно не было таким тяжелым, таким трудным. Я периодически возвращаюсь к вопросу, потому что когда я включаюсь в поток, я забываю вопрос элементарно. Поэтому очень часто переспрашиваю сама себя, то есть а к чему мы это все спрашивали. Потому что в моменте потока у меня отключается абсолютная логика, и я не могу анализировать ситуацию. К чему мы стремимся? К разделению, да? К разделению вот этой вот эмоции, боли. И с другой стороны, мы стремимся к тому, чтобы и других людей научить быть более чувствительными. И себя. То есть опять-таки у нас всегда двоякое такое. То есть с одной стороны, мы сами учимся, а с другой стороны, мы хотим что-то сделать либо для другого человека, либо чтобы другой человек сделал это для нас. Дальше. У состояния жертвы есть вообще потенциал? Есть ли потенциал? Да. Я сначала, знаете, вот подумала, что нет, потому что Аркан Солнце все равно он проигрывается как-то в большей степени немножечко либо инфантильным, либо достаточно эгоистичным. Но здесь есть все-таки потенциал. Есть потенциал, знаете, к чему? Потенциал очень высокий, я бы так сказала даже, да, прийти к целостности, прийти к нашей, к нашему психическому здоровью. Вот то, что мы говорили здесь, да, прийти по двойке кубков гармонии, когда ты четко начинаешь понимать себя. Когда, знаете, здесь такое ощущение, что через жертвенность мы можем как-то больше и лучше себя осознать. Это, опять-таки, по тройке мечей. Здесь то, что у нас было, да, в скорби, когда мы должны прожить эту боль полностью, не убегать от нее, а прожить, пройти до конца, для того, чтобы потом у нас получилось солнце, перерождение, чтобы мы вошли в новое какое-то начало. То есть до последней, безусловно, когда нам очень-очень больно, наше первое желание, инстинкт самосохранения, как раз-таки убежать от этой боли. Но здесь потенциал жертвенности заключается в том, что мы должны, знаете, вот прям до последней капли прожить эту боль, чтобы нам, знаете, когда ты находишься, доходишь до предела своей жертвенности, вот этой вот своей беспомощностью, своей боли, у тебя как будто бы в самом конце открывается, ну, то есть мы настолько опустошены, мы настолько истощены, что у нас открывается, как будто бы, вы знаете, вот второе дыхание, какие-то скрытые резервы нашей силы, которые являются как раз-таки новым потенциалом. То есть чисто визуально, это когда мы достигаем, падаем, падаем, падаем на самое дно, и вот мы дошли, и только тогда мы можем оттолкнуться, у нас есть опора, чего мы можем оттолкнуться и всплыть, подняться наверх. Вот здесь вот этот потенциал. То есть когда мы доходим до какого-то предела, мы говорим, что все, больше я не хочу, больше я не хочу жертвовать, больше я не хочу ощущать вот эту вот всю боль, и вот это вот наше собственное желание, что все, я дошел до предела, дальше после этого мы находим в себе вот этот вот дополнительный резерв, который открывается, мы находим в себе силы вскрыть этот нарыв, очистить его, всплыть на поверхность, и как-то поступить по-другому, стать другим человеком. То есть ощущение того, что пока ты не дойдешь до какого-то предела, до какого-то своего порога, никаких изменений не будет. И поэтому, когда мы видим вот эту вот боль, мы быстренько-быстренько убегаем, и по сути мы не прорабатываем ничего. Поэтому мы ходим по кругу, а нам надо дойти до конца. Поэтому потенциал здесь на психическое здоровье, то есть, знаете, как вычистить этот нарыв до конца, чтобы он зажил. Аркан умеренности. Аркан умеренности. Здесь девочка качается на качелях, и у нее две головы. Причем, знаете, две головы для чего? Для того, чтобы посмотреть на ситуацию с разных сторон. Есть ли потенциал? Конечно. Потенциал есть ли мы посмотрим как-то с разных сторон. Если мы увидим, знаете, здесь глубокое осознание, понять, почему мы входим в эту позицию. Опять-таки, вспоминая треугольник Картмана, любая жертва, она является, когда она доходит до своей противоположности, она является самым сильным, самым жестоким агрессором. То есть, любой человек, который доходит до предела своих физических возможностей, психологических, когда его постоянно подавляют, подавляет, подавляет, происходит взрыв. Этот человек начинает мстить. Он становится самым жестоким. Поэтому самые жестокие люди, по сути своей, внутри очень глубоко, они чувствительны и ранимы. Но вот это вот подавление, то, что мы сказали в начале, первично, причина в чем? Не с детства, невозможность выразить то, что я хочу, без какого-либо страха, страха наказания, страха последствий. И поэтому вот здесь как раз-таки потенциал, он заключается в том, что когда мы рассмотрим эту ситуацию под разными углами, с разных сторон, разных точек зрения, мы сможем найти баланс и гармонию. Посмотрите, вот эти вот два аркана, вот эта двойка кубков, да, а здесь вот аркан повешенного, неумеренность, повешенного, да, я правильно сказала? Повешенного, аркан повешенного, посмотрите, здесь две головы, и здесь две головы, да, говорящие о том, что, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше, да, то есть расширить, расширить свое сознание через взгляды на эту ситуацию под другим углом, то есть не я бедный, несчастный, а внутри меня есть еще и некий, некий агрессор, да, агрессор желания высказать. И с другой стороны спасатель, желание быть понятым, да, вот то, что вот мы говорили по тройке мечей. Хорошо, жертвенность заложена в нас изначально или это приобретенное качество? Ну, из того, что я уже сказала ранее, вообще-то вытекает, что это приобретенное, но давайте все-таки мы посмотрим. Пашкубков, да? Пашкубков у нас как раз-таки говорит, что это приобретенное, да, пажи, это всегда дети, это ребенок, причем Пашкубков это такой ранимый, талантливый, чувствительный, желающий и нуждающийся в любви ребенок. И здесь сразу можно сказать, что это приобретенное, да, и опять-таки, если Пашкубков является архетипом ребенка, нуждающимся в любви, да, то есть это для него самое главное ценность, он на мир смотрит через эту призму, через одобрение, через принятие любви, вот этого чувственного аспекта, то жертвенность, она не заложена в нас, она приобретена в те моменты, когда ребенок недополучает эту любовь, да, когда вот его желание познать мир в любви рушится и ранит, вот прям, знаете, здесь как будто какие-то вот стекло разбитое, и оно ранит, да, вот что-то такое, да, что ранит нашу душу, и человек теряет доверие, да, то есть это не вырожденное, а это приобретенное чувство, здесь вот всплыл момент доверия, да, отсутствие доверия, ну, в чем это может быть на ранних, ранних стадиях, прям младенчество, да, когда вот это вот дурное, опять-таки, про убеждение, дурная мысль, что ребенок плачет, ну, ничего страшного, да, если он сыт, и если его поменяли, да, то запилена, и пускай он лежит, поплачет, поплачет, устанет и уснет, и вот это вот понятие, то есть коммуникация грудного ребенка с матерью, она в этом-то и заключается, чтобы ощутить, что каждый раз, когда я плачу, всегда придет взрослый, который меня спасет, мама всегда будет рядом, то есть вот эта вот уверенность, да, безопасности, что мир, в который я пришел, он безопасный, это способ коммуникации ребенка, это слезы, обратить, у него нет другой возможности обратить на себя внимание, и здесь как раз-таки вот этот вот Пашкубков ребенок, он нам и говорит о том, что это приобретенное, да, а если мама считает, что ничего, он поплачет и уснет, то мы даем, посылаем сигналы этому ребенку, что мир опасен, да, здесь нету доверия, да, шестерка жезлов, знаете, здесь получается победитель, но вот в этой колоде он какой-то грустный победитель, что вроде бы, да, все хорошо, вот то, что я сказала, да, меня накормили, да, там памперсы поменяли, либо как было раньше, эти пеленки, вот, но душевного спокойствия нету, да, нету вот этого вот душевного ощущения, я победитель, я нужен, здесь какая-то, знаете, вот человек уходит в какую-то свою грусть, вот здесь по отшельнику, да, в какое-то уединение, он считывает здесь сигналы о том, что, а я не нужен, да, на меня никто не обращает внимания, и вот эта вот жертвенность, отсюда у нас появляется вот способ манипуляции с внешним миром через слезы, да, как маленький, как раз-таки ребенок, я плачу, я ною, обрати на меня внимание, она меня не обращает внимания, и я понимаю, что я никому не нужен, и вот это вот начинает меня разъедать, да, опять-таки подавлено, я подавляю, да, я подавляю, я подавляю, и в какой-то момент я превращаюсь в дальнейшем в агрессора. Как выйти, я уже говорила, еще раз скажу, через осознание и понимание вот этих вот моментов, как мы проигрываем, для чего мы проигрываем жертвенность, да, для того, чтобы мы начали двигаться, для того, чтобы мы стали более ответственны, принимали решения, не были зависимыми от других людей, королева жезлов, то, что у нас выпадало в самом начале. Хорошо, какая у нас цена жертвенности? Четверка мечей. Какая цена жертвенности? Четверка мечей, бездействие, усталость. Четверка мечей называется отдыхом от сражений. Я устал, я устал кому-то что-то доказывать, я устал бороться, причем здесь у нас была тройка, а здесь четверка, это следующий этап, да, когда я борюсь, меня никто не обращает внимания, я устал. Опять-таки, да, ребенок, который очень много плакал, плакал на хрип уже, от этого крика на него никто не обращает внимания, он засыпает, да, здесь четверка мечей, отдых, он уходит в отдых, да, как-то вот даже не восстановиться, а чтобы оставили его в покое, то есть я понял, я понял этот посыл, что я никому не нужен, да, что на меня никто не обращает внимания, и скрытый смысл четверки мечей говорит о том, что выход, да, здесь на любой карте, если вы посмотрите, сейчас вам издалека не видно, руки, у мужчины, который лежит, они находятся в позе молитвы, то есть выход четверки мечей, она как раз-таки говорит о том, чтобы нерационально подходить к каким-то ситуациям в данный момент, да, вот именно в четверке, а вот именно я устал находить решение, я устал что-то думать, да, как-то вот, ну, это меня ни к чему не приводит, и выход как раз-таки вот духовно, божественно, да, когда я молюсь, я прошу, да, помоги мне, дай мне подсказку, дай мне силы, да, вот эта вот молитва, это вот некое своего рода очищение, потенциал вот нашей души, вот в этом ценность, и цена, цена, ценность и цена жертвенности, цена, это бездействие, это невозможность дальше двигаться, как-то реализовываться, а ценность это в том, что это нас обращает как раз-таки к высшим силам и к единению, потому что единение двойка кубков внутри души, это отражение нашего взаимодействия с миром, да, когда вовне у нас все спокойно, и внутри, одно отражает другое, кому нужны наши жертвы, о боже, десятка жезлов, кому нужны наши жертвы, да никому не нужны наши жертвы, неважно какие они, они нужны только нам, потому что десятка жезлов, это завершающий момент, духовный урок, десятки жезлов говорит о том, что ты слишком многое на себя берешь, и когда ты берешь, ты как будто бы переоцениваешь свои силы, да, ты не понимаешь, у тебя нету вот этого понимания, где есть грань, вот, как это сказать, что можно, а что нельзя, да, ты не находишься в гармонии, ты выбиваешься вот из этого равновесия, да, то есть тебе надо, условно говоря, из десяти мечей, тебе надо жезлов пять, ну, чтобы было пополам, а ты взял десять, ты взял на себя больше, а если ты берешь на себя больше ответственности, то ты как будто бы считаешь, то есть, ну, почему ты так много на себя берешь, да, ты берешь, потому что ты считаешь, что ты способен это сделать, а если ты способен у нас во вселенной, способный только один, это Бог, это творит, только Он может все, только Он идеалит, значит, здесь, по сути, ты приравниваешь себя к Богу, да, ну, окей, давай мы разделим, тогда наши ответственности, говорит нам, творец, я дам тебе то, на что ты рассчитываешь, на, получи половину моей ответственности, и перекладывает на плечи этого человека, ну, в данной колоде, обычно, на хапку держит десять жезлов, и он не видит, куда дальше идет, то есть здесь урок как раз-таки нашего эгоизма, да, с точки зрения психологии, мы можем сказать, когда я беру на себя больше ответственности, для чего? Я хочу, чтобы ты увидел, да, посмотри, я тебе угождаю, посмотри, какой я хороший, оцени меня, дай мне это внимание, которое мне нужно, а внимание не получай, и ты становишься козлом отпущения, да, ты хочешь помочь? На, помоги, ты хочешь это сделать? На, возьми, вот она, тройка мечей, да, когда мы не слышим, мы не слышим себя, мы чувствуем, что, блин, ну не надо, да, ну ты не потянешь это, нет, наступаем себе на горло и говорим, да, я смогу, я могу помочь, у меня все получится, я и туда схожу, и сюда, а потом в конце дня смотришь, столько обязательств, столько обязанностей, и я уже не справляюсь, вот здесь вот этот урок, да, то есть нету гармонии, ты не слышишь себя, ты не слышишь свой голос внутренний, у тебя нету баланса, кому нужны наши жертвы, рыцарь жезлов, они нужны нам в первую очередь, да, для того, чтобы мы двигались, чтобы мы двигались по жизни, чтобы мы по жезлам, чтобы мы пошли в это развитие, причем пошли в развитие с удовольствием, да, то есть окей, я осознал, я увидел себе этот сценарий, я его изменю, почему, потому что он меня мотивирует на ответственность и на движение, на то, чтобы стать независимым, для того, чтобы найти силы в себе, а не просить от кого-то какую-то помощь, так, дальше, проявление и свойства жертвенности, как она проявляется, десятка, ой, десятка, говорю, как она называется, шестерка педакли, прекрасный аркан, как раз таки, говорящая о балансе, да, шестерка, баланс и гармония, когда вы не находите, не находитесь именно в правильном обмене, вот сколько ты отдал, столько ты получил, всегда возникает вопрос, а как понять, да, нахожусь я в этом или нет, вот как раз таки по тройке мечей, внутри вас есть этот внутренний голос, да, когда вы ощущаете, что все, хватит, хватит, я уже много вкладываюсь, надо как-то вот, вы, во-первых, это чувствуете энергетически, когда начинаете общаться с человеком, вы чувствуете, что в какой-то момент все, надо замолчать и завершать это, допустим, если вы разговариваете по телефону, уже не будете весь день, вы говорите, то есть есть ощущение, что все, уже наступила какая-то пауза, уже сказать больше нечего, надо очень вежливо, и культурно завершить, беседу и удалиться, чтобы каждый по своим делам, то есть это внутреннее ваше ощущение, а вы сможете слышать себя только тогда, когда вы находитесь в гармонии с самим собой, когда вы приняли сами себя, чтобы услышать ваш внутренний голос, поэтому проявление, да, и, да, свойство жертвенности, это когда вы выходите как раз-таки из баланса взаимодействия с миром, тушь кубков, это как раз-таки то, что я говорила, да, вот в этом, в этой колоде тушь кубков, она держит как раз-таки шесть кукол, да, здесь шестерка педагоги, шесть кукол, эти все шесть, это ее личности, она каждого приняла, и эта девочка, и всех любит одинаково, да, она всех держит близко к сердцу, абсолютно разные черты и грани своего характера, то есть целостность, целостность, шестерка на древе жизни, это как раз-таки сфера Теферит, а она говорит за красоту, она говорит за гармонию, и здесь шесть кукол, вот так же нам показывают о том, что вот мы должны прийти, вот как и здесь по королев жезлов, мы должны прийти вот к этой самости своей, да, к целостности, к психической целостности, к физической целостности, эмоциональной, да, когда нету перекосов, есть принятие, как выйти из жертвенности, и во что? Шестерка кубков, опять шестерка, шестерка, так, как выйти из жертвенности, и во что? Здесь знаете, вы как будто бы что-то связанное с прошлым, возможно проработать свое прошлое, возможно понять, где вы, и почему утратили вот это вот доверие к миру, да, какую-то свою открытость, хочется сказать, свою невинность, да, вот где вы потеряли свою детственность, не в прямом смысле, а в переносном, да, в эмоциональном плане, когда началось вот это, был какой-то вот в вашей жизни рубеж, момент, когда вы начали проигрывать эту жертвенность, через осознание, и смотрите, да, шестерка кубков в одной колоде, шестерка кубков в другой колоде, как выйти, опять-таки, как выйти, да, взять шансы, захотеть жить по-новому, да, захотеть, знаете, вот воспользоваться возможностями, выйти из своего какого-то заточения, вот из этой клетки, в которую клетки вашего ума, ваших суждений, мировосприятия, здесь нужно проводить очень огромную, огромную работу над тем, во что вы верите, и почему вы верите в это, то есть здесь огромный такой труд, нужно проделать, пересмотр о своей жизни, своих взглядов, и вы увидите, что ваши мысли, и то, во что вы верили, они привели вас к тому, что вы имеете сейчас, измените эти мысли, во что выйти, в какое состояние, аркан умеренности, в какое состояние выйти, в аркане умеренности, да, когда девочка здесь сидит на этой рыбке, она ее укачивает, когда все так спокойно, когда я ни о чем не тревожусь, когда, знаете, вот, когда бывает спокойно на душе, когда все дела, которые в течение дня ты сам себе запрограммировал, да, ты это сделал, ай, хорошо, такое, знаете, вот расслабление, я все смог, я молодец, я заслужил отдыха, да, то есть в какое состояние, в расслабленности, что такое расслабленность, это отсутствие борьбы с внешним миром, это отсутствие любого сопротивления, что с нами происходит, да, потому что через высокий уровень, то есть жертвенность проработать, просто так сказать, что все, я проработала свою жертву, нет, здесь нужно менять полностью свои убеждения, свое сознание, это огромная еще, расскажу, работа, вам нужно все пересмотреть, посмотреть на мир другими глазами, увидеть, как он действительно устроен, а не то, как я вижу, здесь ключевое, то, что нужно понять, что вы сеяли те семена, которые привели вас к тем результатам, которые вы имеете сейчас, и надо разобраться с этими семенами, почему и для чего вы их посеяли, то есть что вы хотели, наверняка вы хотели что-то другое получить, а посеяли то, что вы сейчас имеете, да, то есть вот то, что мы говорили вот здесь, я хотел внимания, я хотел ощутить вот эту безопасность, да, доверие, но я этого не получил, и как следствие я проигрываю, то есть тело выросло, как я люблю говорить, а голова осталась маленького ребенка, и мы продолжаем себя вести, как маленькие дети в большом теле, здесь вот это вот нужно пересматривать, прям брать каждый свой сценарий, а для того, чтобы его взять, его нужно сначала найти, а чтобы его найти, надо за собой наблюдать, а чтобы наблюдать за собой, надо уделять себе время, и побыть в тишине, иметь возможность проанализировать, понять, почему я себя так веду в этой ситуации, что произошло, прав ли я был, какие мысли меня привели к этому, это работа, это и есть работа над собой, так, необходимо ли вообще жертвовать, если да, то чем, сейчас, необходимо, необходимо, да, потому что здесь восьмерка жезлов, знаете, восьмерка, это сфера, ход, как раз таки ответственна за наш интеллект, за наш разум, за понимание, что есть правильно, это знания, это науки всевозможные, необходимо жертвовать, здесь, знаете, не то, чтобы нужно жертвовать, в какой-то степь, я бы сказала, и своими собственными знаниями, да, потому что, вот, скорее всего, то, что вы знаете, если присутствует ощущение в каких-то моментах, да, жертвенности, в каких-то сферах, то, видимо, не то вы знаете, да, но не те убеждения, и чем, скорее всего, ничем, а для чего, я бы так сказала, для того, чтобы пойти в развитие, потому что восьмерка жезлов называется лестницей в небо, да, как эта вот веревочная, лестница, по которой поднимаешься наверх, для того, чтобы пойти в развитие, опять-таки, к королеве жезлов прийти, необходимо жертвовать, вот смотрите, восьмерка купона, очень красивая карта, восьмерка купона, девочка внизу, у нее клетка вместо платья, вот, и в этом платье есть птицы, птицы, которые, ну вот, заточены в эту клетку, птицы, это мысли, и в одной руке у нее есть, вот эта вот одна из птиц, которая у нее есть в клетке, она ее держит на ниточке, да, то есть нужно укротить вот эти вот свои, причем это черные, да, птицы, это черные мысли, нужно научиться укращать, свои мысли в том, что вы их понимаете, потому что вы притягиваете мысли, они сами, как бы так сказать, они, условно говоря, нейтральные, и ваше внутреннее состояние, оно притягивает те или иные мысли, понаблюдайте, когда вы в плохом состоянии, вы не будете думать о том, что мир прекрасен, и я люблю жизнь, или еще что-то, на ваше состояние вы притягиваете эти мысли, и вот здесь вот, скорее всего, по какой-то причине, да, необходимо ли вообще жертвовать, как раз таки ответы говорят о том, что да, нужно жертвовать вот этими черными птицами, да, то есть избавляться, ну, понять, почему вы их притягиваете, не то, чтобы выгонять этих птиц, а понять, почему в вашей голове есть эти убеждения, в чем их ценность для вас, почему вот вы жертвите, да, в чем, опять-таки, все говорит про высокий уровень осознанности, если нужно жертвить, да, надо мыслями своими, идеями какими-то, суждением пожертвовать, и страхи, да, здесь вот страх, знаете, страх своей собственной ценности, только у эго есть желание, какого-то, знаете, вот признания, вот вы сами даже можете порассуждать на эту тему, что если ты находишься внутри себя, вот по двойке кубков в этом принятии любви к себе, зачем кому-то доказывать, насколько ты гармоничный, это только желание нашего эго выделиться, да, то есть доказать, это значит показать другому, что я выше, чем ты, либо я лучше, либо я ценнее, чем ты, либо вообще, чем кто-то другой, то есть это желание доказать, это как раз-таки свойство и качество нашего эго, возвыситься над кем-то другим, потому что если ты находишься в гармонии, то понимаешь, что другой, это не, не другой, то есть это не враг, это не чужой, это единство, это часть меня, да, я нахожусь в гармонии с этим человеком, а если, ну это как будто бы, допустим, сердце будет у нас конфликтовать с нашими легкими, доказывать, что я важнее, а легкие будут доказывать, что я важнее, вот это вот и есть борьба нашего эго, когда ты понимаешь, что нету важности, все люди важны, все люди значимы, все в этом мире имеет свое место, свои функции, ты просто наслаждаешься этим, и это и есть гармония, и вот здесь вот, здесь желание, вот эти вот мысли, да, доказать свою ценность, от этого нужно избавляться, потому что здесь есть вот заниженная вот эта самооценка, то есть мы доказываем кому-то для чего, для того, чтобы сами поверили, то есть не другого переубедили, а чтобы мы сами поверили, что мы действительно достойны чего-то через доказывание другим людям, мы свою самооценку поднимаем, и это и есть как раз таки наше эго, но мы скажем, что жертвенность, она должна нас привести к самости, это и есть самость, через высвечивание этих сценариев, проработки, мы придем как раз таки к здоровой нашей психике, какие жертвы не ценятся, и почему? Луна, жертвы основаны на страхах, страх это вообще очень плохой советчик, когда мы принимаем решение в спокойном состоянии, вот здесь вот по умеренности, когда мы расслаблены, когда мы не напряжены, нет борьбы с внешним миром, напряжение это что? Это когда мы боремся с внешним миром, когда нам что-то не нравится, и мы хотим получить то, что мы хотим, и пока мы это получим, мы будем добивать, прогибать пространство, дай мне то, что я хочу, я именно, да, наше эго, так вот, когда мы принимаем решение в расслабленном состоянии, это как раз таки и есть показатель, что нету борьбы, нету сопротивления, и это верное решение, когда мы чего-то боимся, мы будем так или иначе принимать те решения, когда мы либо будем убегать, либо мы будем бороться с чем-то, либо мы вообще будем бездействовать, поэтому любые принятия, да, когда, какие жертвы не ценятся, не ценятся, когда ты делаешь что-то, чтобы переложить ответственность себя на другого человека, то есть убежать, да, когда ты борешься, когда ты доказываешь что-то другому человеку, да, это борьба, либо когда ты вообще находишься в каком-то игноре, безразличие, да, почему, ну, то есть я боюсь, и я замираю, я ничего не делаю, я прикидываю, что это вообще не со мной, да, это, знаете, бывает тогда жертвенность, это тогда, когда есть какая-то большая скорбь утрата, да, либо человек ушел из этого мира, либо вообще что-то мы не получили, либо нас чего-то лишили очень важного, ценного, значимого, и мы находимся в каком-то состоянии, знаете, некой такой прокрастинации, как будто, а меня здесь нет, да, я потерян, вот это вот состояние потерянности, это тоже страх, и в этом, да, в этот момент, когда вас, вот, представьте просто, когда вы находитесь в потерянном состоянии, вам что-то скажут, а можно я у тебя деньги возьму? Да, возьми, то есть, понимаете, как бы так сказать, нету вашего присутствия, да, вы убежали, опять-таки, да, где-то там, опять-таки, душа ушла, условно говоря, ну, это опять-таки условно, вот, и можно делать все, что хочется, и это тоже моменты жертвенности, и они находят, вот это вот в моменте страха, поэтому самые, какие жертвы не ценятся, когда из страха, да, то есть, например, страх потерять любимого человека, я буду делать для тебя все, что ты хочешь, только останься со мной, почему? Потому что я боюсь своего одиночества, я боюсь своей несостоятельности, я буду цепляться за другого человека, и я тогда жертва, а тот будет агрессор, правильно, потому что я нормальный человек, я хочу уйти, я понял, кто ты, ты мой вампир, я не хочу тебе отдавать свою кровь, она мне самому нужна, и он уходит, и когда кто-то вцепляется в его ногу, держит, удерживает, это вызывает агрессию, да, отстань ты от меня, я ничего не хочу, я хочу уйти, и что делает жертва? Она говорит, пожалуйста, да, ну, остань, начинает молиться, это страх, поэтому, жертвы, которые не ценятся, это те, которые из страха, если жертвы, которые вне страха, если кто-то из вас спрашивает, да, это когда мать может жертвовать как-то своим временем по ночам, если она особенно кормит ребенка, да, грудью, то она просыпает, да, она лишается, она жертвует себя своим временем, своим сном, ради этого ребенка, но эта жертва, она в благости, да, потому что этот ребенок приносит ей любовь и удовольствие от того, что ты кормишь грудью, да, ты устаешь, да, ты не высыпаешься, да, твои нервы расшатаны, но это часть процесса, да, то есть есть вот такие жертвы, когда ты понимаешь, точно так же, как есть жертва, когда ты лишаешь себя, например, в момент развития, да, ты понимаешь, что нужно какой-то период войти в аскезу, да, например, там, помолчать, да, аскезы молчанием, очень прекрасная практика, когда ты вообще не разговариваешь, не внутри себя стараешься не разговаривать, и внешне, не то, что ты кому-то там смс написал, это тоже разговор, либо на бумажке записку, а нет, а ты вообще ни с кем не разговариваешь, ты уходишь в какую-то аскезу, и ты молчишь, тишина, да, внутренняя для того, чтобы себя проработать, это тоже жертва, но это жертва в благость, это вот, если сейчас кто-то из вас задается вопросом, а есть ли вообще какие-то жертвы положительные, ну и последний вопрос, способны ли мы пожертвовать тем, кто мы есть, ради того, кем мы станем, прям, здесь у нас был вопрос будущего, а здесь вопрос прошлого, готовы ли мы пожертвовать вообще чем-то, чтобы стать вот этой королевой жезлов, независимой, независимой, чтобы была эволюция в нашем развитии, развитие нашей души, способны ли мы пожертвовать тем, кто мы есть, ради того, кем мы станем, кстати, вот мне хочется сказать, что здесь не то, что способны или не способны, а вот это как будто бы, знаете, по рыцарю кубков, это ощущение какого-то вот естественного процесса, эволюции, развития, то есть здесь нельзя сказать, ты будешь жертвовать или нет, ты это сделаешь так или иначе, добровольно, принудительно, неважно, но ты это сделаешь, вот у меня здесь такое ощущение, способны, еще раз прошу, способны ли мы пожертвовать тем, кем мы есть, да, ради того, чтобы быть тем, кем мы, да, аркан шута, и вот аркан шута тоже говорит, как раз таки о развитии, развитие, это шут, это аркан, того состояния души, когда мы где-то неосознанно понимаем, что пришли на эту землю для того, чтобы развить, развить свою душу, да, потому что душа, она не идеальна, она придет к этому, да, потому что если бы она была идеальна, ей бы и тогда не нужен был наш опыт, вот как раз таки сам процесс развития ей нужен, и шут это как раз таки и понимает, поэтому он живет в доверии к высшим силам, и здесь вот прям такая неизвестная, непонятная конструкция, да, когда она просто катится, юбка у девочки в форме барабана, создающая шум, вот на пути как раз таки своего развития, своей эволюции, да, мы создаем шум, много шума, но при этом это вот как будто бы часть, часть, какая-то часть этапа, да, еще расскажу, здесь ощущение того, что хотим мы или не хотим, мы так или иначе будем жертвовать, то есть здесь неизвестно, шут неизвестно, куда в этой конструкции он прикатит, и вот это вот основная, основной посыл аркана шута, что он понимает, что жизнь это движение, и это развитие, и не важно куда ты двигаешься, не важно что ты делаешь, важно понимать, что любой опыт он нужен для твоего развития, абсолютно из любого опыта, можно вынести какие-то уроки, главное научиться это делать, здесь в умении как раз таки всего того, что мы сказали, анализировать, умение выносить уроки, понимать себя, понимать то, куда мы идем, для чего мы это делаем, развитие, то есть вот осознанность, вот здесь есть осознанность, помимо того, что есть огромное доверие жизни, парка на шуту, есть как раз таки отсюда вытекает вот это вот бесстрашие, шут он не боится, почему в традиционной колоде он стоит над пропастью, одну ногу заносит над пропастью, готовый шагнуть в полном доверии, у него отсутствует страх, это начало нашей души, это когда ребенок, он только родился, он ничего не боится, он есть в полном доверии того, что с ним происходит, и только, опять-таки, здесь доверие проходило, гармония, вот то, что я говорила, с самим собой, с миром, и для того, чтобы довериться этому миру, вот здесь как раз таки и нужен высокий уровень осознанности, да, нужно прийти к этому, нужно стать выше, нужно повышать все время свои вибрации через, вот эти вот знания, что у нас были здесь, восьмерки жезлов, знания вверх, лестница вверх, развитие, это качество и свойство, которые мы нарабатываем на протяжении всей своей жизни и всего бесконечного нашего существования, до того момента, куда, возможно, да, когда-то и будет конец, а возможно нет, ну, то есть я не знаю, я не знаю ответ на этот вопрос, но здесь вот однозначно, по крайней мере, в рамках нашей, нашего воплощения нынешнего, да, мы, с чего я начала, с того, что с самого начала, да, век живи, век учись, вот здесь вот про это, здесь про это, да, у кого-то идет осознанное желание, да, вот работать с собой, избавляться как-то от своего эго, да, осознавать это, понимать, а у кого-то, возможно, будет и в принудительной мере, а у кого-то просто ставят на тот этап, когда человек сам дозреет, да, когда сам человек дозреет и захочет, да, ну, вот королева мечей выпадает, когда как раз и появится вот это желание, королева мечей, это перемены, это женщина готовая, легка на подъем, готовая всегда к переменам, к чему-то новому, независимо от того, какой болезненный опыт был у нее в жизни, когда человек созреет, тогда он и пойдет, ну, такой у меня был для вас расклад, не знаю, как вам, мне нравятся такие расклады, такие форматы, пока я сама читаю карты в потоке, я для себя тоже очень многое беру, и после, когда уже пересматриваю расклад, тоже над многими вещами начинаю заново, снова рассуждать, пересматривать и находить какие-то ответы для себя, да, ту глубину, которая вот мне необходима, и поэтому я вам очень благодарна, всем тем, кто смотрит эти расклады, с огромной надеждой, что после расклада вы так же задумываетесь, да, так же появляется какое-то понимание, появляется какая-то ясность, и вы можете изменить свою жизнь, да, двигаться куда-то вот для себя, в своем направлении эволюции и развития вашей души. Мы благодарю вас за внимание, всего вам самого наилучшего, теплых, душевных таких, знаете, нежных, хочется сказать, выходных, наполняйтесь в кругу своей семьи, в кругу близких вам людей, цените, цените то, что имеете, благодарите, это еще, кстати, и себе на путь, когда я говорю для кого-то это, я сама это слышу, то, что мы говорили здесь, да, вот, и всего вам самого наилучшего, прощаюсь, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok